Итак, друзья, Министерство иностранных дел. Где-то здесь сидит Лавров, где-то вон там, мне кажется. А мы идем на кораблик. Кстати, всем привет, вы на канале прогулки с Аленой. Будем кататься на корабле. Слава Богу, он закрытый, потому что сегодня всего лишь 5 градусов тепла. И то не факт. Утром было 3. Пойдемте с нами. Красота. А это Белый дом, который обстреливали из танков. Какой вид открывается с Москвы реки. Да, красиво тут два здания и МИД. Я вам не говорил, что меня на воде укачивает. А мне хорошо укачивает. Мы уже зашли на корабль Снегири. И сейчас слушаем аудиоэкскурсию. Будем вам немножечко рассказывать по ходу. Если, конечно, он немножечко помолчит, это аудиогид. А если нет, все равно будем рассказывать. И потом покажем корабль, как он выглядит снаружи. Мы идем наверх. Мер что-то. Представляете, как классно здесь влияет нам? Вот же обалденно. Вот он. Парящий мост. Парка Зарядье. Понятно, почему он называется парящий. Туда мы уже сегодня не попадаем однозначно. Да и холодно. Слушай, как хорошо тут. Тут очень красиво. Только пешоны надо одеть. Далее. Как вы видите, справа мы видим собор Василия Блаженного. Я буду снимать. И Спасскую башню Кремля. Дальше. Самая высокая башня Кремля. Это колокольный Мангроз. Вон она. Самая высокая. Конечно, вид замечательный. Представляете, жить бы в этом доме. Красота. А вон невеста. Красота. На мосту. Лучше я помню. Сумминь Казахстан. Сумминь Казахстан. Сумминь Казахстан. На все времена. Вот сейчас мы видим собор Кремля. Здание, резиденция президента Российской Федерации. А вот самая центральная, это как все знают, как Игорь? Храм Христа Спасителя. Аля, он только не знает. Который вмещает 10 тысяч человек. Это непременно. Это нам сейчас аудеркин сказал. Приезжают в Москву на экскурсии. Лучшие виды, чем на корабле, на катере. Конечно, такого нет. А вот мы видим всем известный спорный памятник Петру Первому Зурабу Церетели. Рядом фабрика Красный Октябрь. Кстати, нам сказали на экскурсии, что сейчас здесь минимум осталось цехов. В основном все перенесено за город. Здесь музей и какой-то маленький один цех. Пока все. Нам на экскурсии, кстати, повторяю, тоже рассказывают, что на самом деле это был памятник Колумбу. И не нашлось ни одного покупателя, поэтому переделали под памятник Петра Первого и подарили Москве. Вот оказывается как. Я что-то это прослушала. А вот здесь элитные жилые кварталы. А не помнишь, как нам сказали, называются эти кварталы каким-то особым словом? Золотая миля. Золотая миля. Вот это золотая миля? Ну, здесь все, которые довольны. Вы что говорите? Здесь и чуть дальше. А вот это вот Третьяковская галерея, я вижу, там написано. Очень интересно, на набережной находится вот здесь под открытым небом музей открытых скульптур. Один из крупнейших. Со всего Советского Союза сводили монументы, которые снимали различным вождям. Называется местечко Музеон. Тоже интересные дома. Но там продаются квартиры. Представляете, как здесь дорого все стоит. Очередной элитный квартальчик. Да тут все дома. Мы в переулках. Современные крутые здания. Вот она, Шабововско известная вышка. Если я не прав, поправьте меня. А также вот простые тружинки. Обыкновенные работяги Москвы. Впереди виднеется справа. Это Министерство обороны Российской Федерации. Очень красивое здание. Такое величественное. Наверное, так и должны выглядеть все Министерства. Напротив этих элитных домиков парк Горького. Дальше, дальше, дальше. Там уже Воробьевы горы начинаются. А вот эти высотки впереди. Это здание Академии наук. Один обзор по Котомовчеву стоит. Жить и не дужить. Какая красота. Подплываем к МГУ. Его уже видно. И сейчас будем проплывать под станцией метро, которая находится над Москвой рекой. Впереди как раз открывается стадион Лужники. На корабле кто что? Кто смотрит мультики? Вот просто в окно. Любуюсь. Сейчас мы смотрим на стадион Лужники. Ветер сильный, так что говорить особо ничего не буду. Так, Ален, какие впечатления по поводу путешествия? А что это такое? Просто смотрю. Как журналист берет интервью. Я вам рекомендую путешествие на кораблики. Несмотря на то, что сегодня очень холодная погода, кораблик закрытый и очень приличный. Называется Снегири. Хотя мы хотели сначала на Рэдисон, но мы не поняли откуда у нас ходит. Но я совсем не жалею. Да, я не жалею. Очень хорошо. И экскурсия очень интересная. И обратно как-то не напряжно ехать. Он половину экскурсии только разговаривает, этот аудио виды. А половину он молчит, это очень приятно. Немножко отдыхаешь. На второй половине можно сходить на верхнюю баллу, снять фотографии. Там, конечно, ветрено. Там ветрено. Ну, может быть, кто-то хочет просто фотографии, а видео не хочет. Вообще там обалденно. Особенно в районе Кремля это супер-купер впечатление. Ну все, пока. Итак, друзья, вы спросите, на чем же мы плавали, ходили? Наконец-то мы его покажем. Вот этот кораблик желтенький. Съемка производилась с верхней палубы. Вообще вот это место, вот здесь вот, где площадь Европы, нам очень понравилось. Рекомендуем, потому что мы в других местах в Москве обычно были, останавливались. А здесь, здесь очень просторно. Здесь как-то масштабно так все. И все очень рядом. Мы от Арбата дошли за 10 минут. Погнали! А, не забывайте про лайки. Всем пока! До новых встреч! Очевидное наше путешествие закончилось. Мы возвращаемся домой. До свидания, Москва. Привет, Воронеж.